Добрый вечер! Это программа «Диалог на Щелковском». Я Лилия Тимива. И сегодня мы будем общаться с гостем нашей студии. Это глава городского округа Щелкова Сергей Горелов. Добрый вечер, Сергей Викторович. Добрый вечер. Ну, прежде всего, хотелось бы вас поздравить с официальным вступлением в должность. Очень приятно мне от себя, лично и от жителей, я думаю, поздравить вас с этим важным событием. Работа, которая велась и которая ведется, ее еще довольно много. И сегодня хотелось бы пообщаться на самые, наверное, актуальные темы, которые беспокоят жителей нашего округа. И начать хотелось бы с того, что зима приближается. Она фактически вот на пороге уже очень близко. Насколько наш городской округ, по вашему мнению, готов к отопительному сезону? Как велась работа? Вы были на котельных, вы смотрели оборудование. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. Ну, во-первых, отопительный сезон уже начался. Мы, если вы помните, в прошлом году запускали тепло поэтапно. На это ушло у нас порядка 28 дней. В этом же году вложились почти в три раза быстрее. В течение 10 дней запустили тепло на все объекты. У нас теплу были допущены 1328 многоквартирных домов, запущены 61 котельная. И 194 объекта социальной сферы. Не скажу, что, конечно, все прошло гладко. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, в три раза практически мы ускорили пуск тепла в наши социальные объекты и многоквартирные дома. При этом хочу сказать, что предшествовала отопительному сезону довольно большая работа. Мы занимались капитальным ремонтом котельных, меняли электрооборудование, насосы. В том числе устанавливая автоматику, которая помогает нам в зависимости от погоды регулировать температуру подачи теплоносителей в дома. На сегодня все у нас многоквартирные дома и социальные объекты находятся под теплом. И мне кажется, что работа, которая была проведена, она позволит нам преодолеть зимний период. И в ближайшее время уже снова начать готовиться к зиме 2021 года. То есть готовь в сане и зимой, и летом? И зимой, и летом. Это все правильно. Но все-таки, если случилась какая-то экстренная ситуация, авария, насколько службы городского округа готовы, скажем так, с этим справиться? Вы знаете, готовы, наверное, практически тот час, как только сразу поступило сообщение о том, что где-то есть какие-то проблемы. И все при этом, когда мы пускали тепло, как многоквартирные дома, так и в социальные объекты, конечно, поступали жалобы жителей, и были вопросы со стороны тех или иных учреждений социальной сферы. Касались они, конечно же, завоздушивание системы в основном. Где-то полностью стояк был завоздушен, где-то в отдельно взятой квартире не работала батарея, потому что необходимо было спускать воздух. Но, тем не менее, довольно оперативно решались вопросы. Почему нам это позволяет делать? Потому что мы в сентябре месяце, в самом начале месяца, открыли свой муниципальный центр управления регионом. И вот все те заявки жителей от добродела, которые поступают, до социальных сетей, мы там обрабатываем и довольно быстро запускаем работу. То есть это вот ЦУР, так называемый? Да, так называемый муниципальный ЦУР. И это нам позволяет сокращать время от получения заявки до исполнения той или иной жалобы. Опять же, коснусь актуального вопроса, не раз сталкивались с этим жители городского круга Щелково. Если зима будет снежной, да, у нас это вероятно, уборка улиц, уборка территорий, вывоз снега, песко-соляные смеси, все ли готово, чтобы с этой ситуацией справиться в городе? В прошлом году мы с территории городского округа, а он у нас очень большой, очень большой, мы вывезли 47 тысяч метров кубических снега. В этом году мы также подготовили шесть площадок, где будем складировать снег, который будет убираться с дворовых территорий, с центральных улиц города. У нас планируется и до конца месяца мы купим еще дополнительно две машины для уборки. Всего у нас будет задействовано 106 единиц техники. Песко-соляная смесь у нас готова на весь зимний период. И первый замороз, который у нас был в октябре месяце, они уже показали работу дорожных служб. Когда мы уже выезжали, посыпали песко-соляной смесью, обрабатывали те или иные дороги и магистрали. То есть техника справится и, думаю, что... Техника справится, люди тоже есть. Это замечательно. По моменту благоустройства хотелось бы поговорить. Даже не то, что благоустройство, а конкретно по программе «Мой подъезд». Выезжали и наши съемочные группы снимали. Очень приятный момент для жителей. Многие отмечали, что стало преображаться пространство именно домов. И программа «Мой подъезд» – областная программа, инициированная губернатором области Андреем Юрьевичем Воробьевым, она активно действует. И в том числе в нашем городском округе. Расскажите, пожалуйста, о результатах этой работы, о том, как она будет продвигаться. Вы правильно отметили, что действует в том числе и у нас на территории городского округа такая программа, которая называется «Мой подъезд». В рамках этой программы в этом году у нас запланирован к ремонту 392 подъезда. Кстати, ремонт в рамках этой программы очень хорошие отклики жителей находит. На сегодня мы уже отремонтировали и приняли 217 подъездов. Почти более 80 подъездов находятся на очереди к приемке. И до конца года мы цифру 392 подъезда уверенно освоим, конечно. Что дает эта программа? Эта программа дает участвовать самим жителям городского округа в подборке цветовой гаммы, в определении определенного ряда работ, которые будут проводиться в подъезде. Но я хочу сказать слова отдельно благодарности тем жителям, которые настолько активно участвуют, что даже находят художников. Я хочу сказать, я был в отдельных подъездах, но это практически шедевры. Люди сами для себя создают красоту, рисуя те или иные произведения на стенах. Ну а вообще за прошедшие два года у нас в городском округе было отремонтировано, для справки скажу, 1786 подъездов. Довольно внушительная цифра такая. И на следующий год мы, кстати, заложили в планы ремонта еще 286 подъездов на территорию округа. То есть жители в дальнейшем также смогут какие-то предложения вносить, может быть, целые липтики? Не только вносить, но еще и принимать. Кстати, это одно из обязательных условий, когда жители участвуют в приемке готовности подъезда после ремонта. – Очень приятно. Мы сейчас заговорили о такой теме, как активность жителей. Это очень важно, потому что неравнодушие самих, собственно, жителей, оно, наверное, и где-то помогает, ну такое адекватное неравнодушие. И вот я просто сейчас просматриваю соцсети, где активность сейчас жителей включается в комментирование каких-то моментов. Ну и, конечно, вопрос, который, наверное, самый актуальный сегодня, я его называю любимым вопросом таксистов, это когда же, так сказать, движение в нашем городе будет более свободным. И я так понимаю, что способствовать этому должен мост, который совсем скоро, в общем-то, откроется у нас в городе. Все-таки об этом немножко скажите, об этом ожидаемом событии. И какие еще работы будут проводиться? – Ну, если вы говорите о том, что этот мост актуален для таксистов, я хочу сказать, что он очень другожданный для всех жителей города, потому что сейчас очень остро стоит вопрос, трафика, а точнее пробки на Пролетарском проспекте через единственный мост, через реку Клязьма. Мы в прошлом году начали строительство моста в районе улицы Фабричная. И, как я уже не раз говорил и сегодня повторюсь, мы до конца ноября закончим там все работы и запустим движение, что позволит нам соединить центральную и заречную части, тем самым разгрузив отчасти Пролетарский проспект. И самое главное, что направить почти около двух с половиной тысяч грузового автотранспорта через вновь построенный мост. Ну, а в дальнейшем у нас, конечно, есть планы, и в следующем году мы их начнем уже реализовать при поддержке правительства Московской области, начнем проектирование, а в последующем и строительство. Это уже дорогу от улицы Заречная до Фрянского шоссе в направлении РТС, что позволит нам еще и еще уверен разгрузить те потоки транспорта, которые на сегодняшний день есть, в черте городского округа. Да, движение очень важно, потому что все-таки город у нас транзитный, транспорт, движение огромное, потоки. И в этой связи, конечно, вопрос безопасности хотелось бы озвучить, потому что я знаю, что в администрации регулярно проводятся комиссии по безопасности дорожного движения, этому вопросу уделяется огромное значение. И немаловажную роль в этом играет строительство тротуаров. Сегодня эта программа тоже очень активно действует в городском округе. Давайте об этом поговорим немного. Да, мы сегодня стараемся не только улучшить качество дорожной сети в целом, но и в том числе заботимся о безопасности дорожного движения. И, конечно же, не в последнюю очередь мы думаем о пешеходах. Мы вошли практически в пятерку муниципалитетов, где наибольшее количество по протяженности в этом году было обустроено тротуаров. У нас более 30 километров, а чуть точнее, по-моему, около 37 с половиной километров тротуаров было сделано. И эту работу еще продолжим. Потому что, во-первых, тротуары, они были востребованы как самими жителями, потому что не всегда удобно ходить по обочине, и, наверное, это и неправильно. И при всем при этом, конечно же, повышается безопасность дорожного движения, когда водитель совершенно четко понимает, где двигается он, а пешеход понимает, где двигается он. Но при всем при этом я хочу сказать, что большой объем ремонта и самих дорог, конечно, сделали. Мы на территории городского округа отремонтировали в этом году порядка 55 километров. И работу это еще продолжим. Потому что, еще раз повторяюсь, территория городского округа, она очень большая. И, конечно же, требует определенных средств, вложений и, самое главное, времени. И за один год невозможно, конечно, все сразу отремонтировать. Будем планировать на следующий год. Важная тема дорожно-транспортное сообщение, логистика. Это во многом позволяет и развивать экономическую сферу нашего округа, экономический климат. За время вашей работы до вступления в должность, и сегодня продолжается эта работа по знакомству с предприятиями нашего городского округа, уже успели посетить наиболее крупные. Ну и я думаю, что в этом направлении как работа будет вестись? Что вы уже успели оценить? Наш городской округ обладает довольно большим экономическим потенциалом. Сегодня на территории муниципалитета действует около 40 крупных и средних предприятий. Среди крупных предприятий могу назвать такие, как Валента Фарма, Щелково Хлеб, Щелково Аграхим, Мултон, Газпром, космические системы. Они не только являются гордостью, но и маяками всей отечественной промышленности. Мы, конечно же, ими гордимся. Я буквально недавно посетил индустриальный парк на улице Заречной, познакомился там с рядом предприятий, а их там всего 12, трудится порядка полутора тысяч человек. Все это жители нашего городского округа. В частности, хочу сказать, что побывал на одной из фабрик мягкой мебели, Ревали. Компания провела модернизацию своего оборудования, потому что совсем недавно они еще работали на старом оборудовании. Сегодня за счет той модернизации, которую они сделали, им удалось увеличить объемы своего производства. Это первое. И второе, конечно же, облегчить труд своих рабочих. Ну а вообще, что касается привлечения инвестиций в муниципалитет, за последние годы хочу отметить, что было создано более пяти тысяч рабочих мест. В этом году мы ведем работу над девятью инвестиционными проектами, после реализации которых нам позволит обеспечить рабочими местами практически еще тысячу жителей городского округа. Но еще раз повторюсь, эта работа, конечно же, продолжится. Продолжится, потому что сегодня маятниковая эмиграция, которая есть между муниципалитетом и Москвой, она, конечно, вынуждает многих жителей уезжать работать в столицу нашей Родины. А хотелось бы, чтобы все они трудились здесь. И времени меньше на перемещение, на свою работу они затрачивали. Да и, честно скажу, вкладывались в экономику самого городского округа. Это значит пополнение в бюджет. Пополнение в бюджет – это значит развитие городского округа, движение вперед. Это открытие новых предприятий. Это обустройство общественных пространств, это строительство каких-то новых объектов. Словом, облагораживание и придание городскому округу нового облика, современного. Сергей Викторович, в сфере агропромышленного комплекса какие предприятия у нас работают? Вы их тоже, наверное, посетили, знаете. В сфере агропромышленного комплекса у нас есть два предприятия. Это экофарминг и ягодная долина. Что касается ягодной долины, в этом году мы рассматривали их на инвестчасе. Они приступили уже к созданию современного производства, которое позволит выращивать у нас во Фряново клубнику, голубику, спаржу и другие культуры. Но сразу скажу, что проект этот рассчитан к полному запуску своего цикла к 2023 году. А в 2020 году у них уже в продаже появится клубника, которая будет выращиваться у нас на территории городского округа. При всем при этом поможет обеспечить с весны по осень 2020 года практически 500 рабочих мест. А в межсезонье будет работать 50, около 50 человек. Что касается экофарминга, это новая современная козья ферма будет. В 2019 году, к концу года, они закончат все свои проектные работы. И мы рассчитываем, что в начале 2020 года, буквально в первом квартале, они уже приступят к созданию этой фермы. Отлично. Ферма замечательная, натуральное хозяйство великолепно. Просто просматривая опять же соцсети, увидела, что Олег Сирота у нас здесь уже открыл знаменитый сыровар из Истры. Я открыл здесь свою точку, где будут продаваться сыры. И вообще хотелось бы рассказать и вспомнить этот недавний яркий фестиваль «Сырная гонка». Очень интересный и с точки зрения зрелищности, и с точки зрения представленной продукции. Люди со всей России привезли свои продукты, сыры, очень вкусные сыры. И у жителей была возможность это и увидеть, и приобрести, и посмотреть, что действительно сегодня в России люди могут делать, люди могут производить. В том числе за счет своих собственных крестьянско-фермерских хозяйств. Очень, на мой взгляд, интересная тема. Это, в общем-то, возвращение к неким истокам, когда люди действительно и свои подворья держали, и скот, и так далее. На ваш взгляд, перспектива этого в городском округе щелка какова? – Вы знаете, мы, когда хотели запускать этот фестиваль, не думали, что будет такой большой ажиотаж. Ну, во-первых, приехало более 30 производителей из 26 субъектов Российской Федерации, что, конечно же, накладывает и определенную ответственность. Но при всем при этом мы хотели сделать не просто фестиваль, где будут продавать сыры тех или иных производителей, но хотели сделать праздник для всей семьи. И надеюсь, что нам это удалось. – Удалось, судя по отзывам, удалось. – Да, потому что сделали не только знакомство с сырной продукцией, не только дегустацию и продажу жителям городского округа и тем, кто приехал к нам во время проведения фестиваля. А он шел у нас три дня. И, кстати, посетило более 10 тысяч человек и продали более 4 тонн продукции. Но при этом, вот еще раз повторюсь, мы провели и саму сырную гонку, в которой участвовали и дети, и взрослые, по результатам которых знаменитый сыровар Олег Сирота вручил командам-победителям, ну и тем, кто занял второе и третье место сыр собственного производства. Кстати, назывался он «Губернаторский». – Да-да-да, он рассказывал, что он презентовал его, да, и губернатору ему понравился очень. – Очень здорово, очень здорово все прошло, и мы приняли решение, конечно же, проводить такой сырный фестиваль и в следующем году, но при этом не ограничиваться только сырной продукцией. – Вот это интересно. – И думаю, что продумаем и в ближайшее время сделаем такой же фестиваль, только там уже будет представлена мясная продукция, тоже производителей, как в Московской области, конечно же, городского округа Щелкова, так и из других субъектов Российской Федерации. – Ну, будем надеяться, что эта идея реализуется. – Конечно. – Что у нас такие фестивали будут регулярными. К теме перейду, наверное, не такой веселой, как предыдущая, но это очень она злободневная, животрепещущая, это тема здравоохранения. Ремонт проходит в больнице городского округа Щелкова, в некоторых уже он фактически завершился. И новое оборудование закупается, мы неоднократно об этом и говорим, и показываем. Но все-таки главная проблема, она существует, и от нее никуда не уйти, это нехватка кадров. Как сегодня эта проблема, она стоит, я понимаю, она острая, и планы по ее разрешению какие-то есть в городском округе Щелково? – Ну, есть не только планы, но и действия. Мы и в прошлом году это делали, и в этом году. Мы привлекли дополнительно 22 специалиста, за счет чего это решаем. Решаем двумя путями. Первое – мы предоставляем жилые помещения и компенсируем плату за наем таких помещений. Вот в этом году мы охватили 88 специалистов сферы здравоохранения. Это врачи и фельдшеры скорой помощи. Частично кому-то компенсировали наем жилых помещений, 14 предоставили служебные помещения, а 8 предоставили комнаты в общежитиях. И с помощью, конечно же, правительства Московской области, так как средства очень большие на это необходимо тратить, мы уверенную работу продолжим и будем стараться сделать так, чтобы у нас были свои специалисты, а не те, которые будут приезжать из других муниципалитетов. Ведь не секрет, что у нас прошел первый этап объединения на базе второй больницы. Были объединены стационарные учреждения. А еще в 2020 году, в январе месяце, произойдет объединение с амбулаторными. Но, тем не менее, мы делаем ставку, конечно, на своих специалистов, которые будут жить и трудиться на территории городского округа. Ну, а мы продолжаем наш диалог на Щелковском. И я напоминаю, что в гостях у нас глава городского округа Сергей Горелов. Сергей Викторович, немаловажным, очень значимым событием для жителей нашего городского округа, и в частности, Медвежьих озер, стало открытие пристройки. К школе долгожданное открытие пристройки. Что дальше будет делаться? Где еще будут открываться пристройки или школы в городском округе Щелково? Чем мы сможем порадовать наших мамочек, которые ждут этого, и детишек? Действительно, мы 2 сентября открыли пристройку к школе в Медвежьих озерах. Но сама по себе пристройка, она большая, современная. И, на первый взгляд, наверное, даже кажется больше, чем основная школа. Да, действительно так. Современная. Мы очень хотели добиться того, чтобы в Медвежьих озерах отсутствовала вторая смена. В принципе, этого добились. Получили современное большое здание своим спортивным залом, со своим актовым залом, с новым пищеблоком. Несмотря на то, что в здании старой школы свой пищеблок тоже был, и он остался. При всем при этом, я хочу сказать, что, получая эту пристройку, школа еще получила и огромное спортивное ядро. Очень много спортивных снарядов. Все это расположено на улице и позволяет в теплое время года заниматься школьникам там. А в этой пристройке у нас обучаются ученики из пятого по одиннадцатый класс. При этом пристройка соединена стеклянным переходом со зданием старой школы, что позволяет перемещаться во время занятий из одного здания в другое. И ученикам, и преподавателям. Вы знаете, что мы весной начали строительство школы Вжигалова. Там эта школа была очень необходима, востребована. На сегодня уже выполнено более 25%, а это практически четверть всех основных объемов работ. Ожидаем, что к первому сентября в эту школу пойдут учиться уже 1100 учеников. Также, вы знаете, мы ведем работы по строительству школы в микрорайоне Солнечной. А там жители ждали этой школы более 20 лет, но работы сдвинулись с мертвой точки. Уже 70% готовности. И ожидаем, что эту школу мы закончим в феврале 2020 года. А первого сентября уже детишки смогут пойти обучаться там. Школа тоже очень большая. Там два спортивных зала, актовый зал. В общем, прекрасный пищеблок, много кабинетов. Словом, школа распахнет свои двери для тех, кто очень-очень давно ее ждал. Но при всем при этом умудрились, так как необходимо было разместить эту школу на небольшом буквально участке земли, умудрились там по договоренности с жителями спроектировать тоже свое большое спортивное ядро, что поможет детям заниматься не только в здании, но и на улице. У нас заканчиваются проектно-изыскательские работы по строительству школы на улице Шмидта. Хочу сказать, что именно этот объект, он очень часто обсуждается с жителями. Есть мнение как за строительство, так и против. Но при всем при этом хочу отметить, что в центре города свободных земель, где можно было бы построить еще образовательные учреждения, просто нет. А она очень, эта школа востребована. Поэтому мы продолжим работу и уверен, все-таки построим там школу. Но очень много, конечно, вопросов поступает от жителей по поводу вырубки зеленых насаждений. Я напомню, что мы весной этого года и осенью продолжали в рамках акции «Лес Победы» и «Посади свое дерево» высаживать зеленые насаждения и высадили более 3,5 тысяч взрослых деревьев. При этом, конечно же, на территории всего городского округа продолжали высаживать, в том числе и сосны, и кустарники, и плодово-ягодные деревья. Но, тем не менее, то, что было вырублено после реконструкции набережной, и то, что будет вырублено в рамках строительства этой школы, мы, конечно, компенсируем. Компенсируем, причем в несколько раз больше. Вы знаете, что у нас стоит вопрос также остро строительства школы на Финском. Мы тоже там продолжим работу, школа там будет. А всего у нас на территории округа планируется в рамках государственной программы построить шесть образовательных учреждений, которые, конечно же, очень нужны городскому округу. Во-первых, они нужны, потому что растет население. Во-вторых, нужны, потому что надо избавляться от второй смены. А в-третьих, нужны, потому что школы все-таки должны быть современные. Современные, качественные, как я уже сказал, даже по пристройке Медвежьей Озерской школы. Это должны быть и лингофонные кабинеты, и качественный современный пищеблок, свои актовые залы, где дети могут не только собираться для проведения каких-то собраний, но и проводить свои, в том числе, вечеринки, какие-то мастер-классы. Они могут там ставить спектакли. Словом, школа должна быть современной и соответствовать всем тем параметрам, которые сегодня должны быть в современной школе. Для этого необходимо строительство, еще раз повторюсь, новых современных школ. Самое главное – строительство. Мы должны двигаться вперед, не останавливаться. Мы должны не только заниматься реконструкцией, не только строительством пристроек, но и высводить новые современные школы. Сегодня – это веяние времени и требования жителей городского округа. Это все правильно, Вы говорите, абсолютно. И детям, и их родителям, я думаю, очень будет приятно жить в городском округе, где все создано для таких комфортных условий – образования, времяпровождения. Но комфортные условия, созданные у нас уже в сфере прогулок, вернее, они дорабатываются, потому что сегодня мы видим, как преобразился город, что у нас существует своя целая уже прогулочная пешеходная зона, которая начинается от кемпа до вот этой набережной юности, и продолжается переход на другой берег. Мы гуляем вот по этим замечательным прогулочным тропинкам. Велосипедисты имеют возможность прокатиться практически по городу. Люди занимаются активно скандинавской ходьбой. То есть действительно активный образ жизни. Он в городе активизировался, если так можно сказать. И это благодаря тому, что проделана большая работа. Она продолжается. Сквер Пушкина, который недавно был преобразован в такую тоже прогулочную зону с лавочками, со скамеечками, где можно присесть, отдохнуть. Дальше куда пойдет маршрут? Как дальше будет это направление развиваться? Вы совершенно правильно сказали, когда вспомнили о велосипедных дорожках. И мы, помните, наверное, в этом году провели большой, массовый, даже сами не ожидали, что столько будет участников, велопробег. Вот велопробег мы тогда начинали практически в парке. Мы проехались по парку, потом по набережной, вновь построенной уже, молодежной. Потом проехали через администрацию и повернули на уже реконструированную парковую улицу. Но тогда у нас еще не была закончена улица Пушкина. Вот улицу Пушкина, первую ее очередь, мы сделали в этом году. Довели ее от улицы Шмидта до сквера Пушкина, где тоже сделали велосипедные дорожки, которые на сегодняшний день так востребованы жителями. Но при этом решили оставить взрослые деревья, высадить кустарники, посадить дополнительные деревья. И при всем при этом оборудовали современными лавочками, фонарями. Буквально в течение месяца мы закончим еще одну композицию, которая будет напоминать нам о сказках Пушкина. Осталось отдельные элементы обустроить, которые сейчас находятся на изготовлении. Но, естественно, конечно же, мы должны и продолжить реконструкцию пешеходных зон. Ну, а могу сразу сказать, что в этом же году мы еще и улицу Гагарина сделали. Улицу Гагарина. При этом есть спрос и голосование жителей было проведено. И мы в следующем году вернемся к созданию Чкаловского парка, который востребован жителями. И они молодцы, проявили очень серьезное отношение свое, когда голосовали за него. Да, они инициативно очень. Совместно с Министерством благоустройства Московской области мы также рассматриваем вопрос помимо Чкаловского парка еще и обустройства Щелково-7 и других прогулочных зон, которые, мне кажется, очень востребованы сегодня жителями. Да, да, да. Конечно же, это не только велодорожки, не только пешеходные зоны, но и места для отдыха. Места для отдыха в себя будут включать как освещение, так и, конечно же, наличие урн, наличие скамеек для отдыха. Так что вся эта работа будет продолжаться. И не только в городе Щелково. И не только в городе Щелково. Я говорю, вообще на территории всего городского округа. Это замечательно. Знаю, что, кстати, набережная была признана лауреатом смотра конкурса, архитектурные произведения на фестиваль Зоищества. То есть вот насколько оценивают уровень наших архитекторов, которые здесь работают. Потому что очень приятно. Местный архитектор Воробьев, вы знаете, участвовал. Однофамилец нашего губернатора, кстати. И действительно так. Золотой знак получили. Золотой знак, да, получила эта набережная в 2019 году. Что, конечно же, не может не радовать. Это очень приятно. Да, очень приятно. Видеть, как действительно город преобразился. Людям комфортно ходить. Но все-таки есть проблема. И ее нужно озвучить. Это ливневые стоки. Здесь и в Медвежьих озерах эта проблема явно стояла. Мы выезжали не раз с обустройством этих моментов дорожных. Без них никуда. Ну, потому что дожди, осадки. И сталкиваются с этим очень многие люди. И это, в общем-то, момент, который нужно решать. Что сегодня делается в этом направлении? У нас действительно стояла очень острая проблема работа ливневой канализации в Медвежьих озерах. И по поручению губернатора мы к дню знаний успели сделать, частично восстановить и частично реконструировать то ливневую канализацию, которая была обустроена там несколько лет назад. Но были некие проблемы с участком, на который выходил сброс. Поэтому нам пришлось сделать небольшой проект и построить практически заново эту ливневую канализацию. И к 2 сентября мы это сделали. Сделали на сегодня вода, которая раньше стояла около мусоросборной площадки. Она уходит. Работают ливневые очистные сооружения. Благодаря нашему муниципальному предприятию, еще Олковский водоканал, мы смогли восстановить как сами инженерные сети, так и заменить насосное оборудование. Но при этом могу сказать, что проблема работы ливневой канализации очень остро состоит на территории всего городского округа. Вот в частности, на улице 8 марта мы обеспечили работу новой ливневой канализации. Пришлось проделать довольно колоссальную работу. Колодцы сделали почти 4-метровые глубины. И сегодня там тоже она работает. Но эту работу продолжим. Но, конечно же, при поддержке правительства Московской области у нас есть с ними договоренность, что будут нам помогать финансово. Финансово на следующие годы будем предусматривать строительство и реконструкцию ливневых канализаций там, где они уже есть. Момент, который я для себя, как житель, выделяю сегодня, это экологический момент. Момент экологии, окружающей среды, которая сегодня в нашем городском округе тоже нуждается в поддержке. И вопрос, который, опять же, часто задается в социальных сетях, это просьба, которая была обращена губернатору Московской области. Просьба ликвидировать свалку, которая образовалась на станции мусоросортировки. Вот та самая, на улице Заречной. Как удалось решить эту задачу? Что там сейчас происходит? Я напомню, чуть более двух месяцев назад было дано поручение губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Моробьеву разобраться с этой мусоросортировочной базой. И тогда при помощи правительства Московской области, а точнее Министерства жилищно-коммунального хозяйства удалось заключить договор между региональным оператором Харти и компанией Экоинвестов Торосырье, которая в свое время там построилась, еще в 2003 году. Напомню, в 2017 году они прекратили вывоз отходов, в результате чего у них на территории скопилось более 36 тысяч метров кубических мусора. На сегодня вывезено уже более 30 тысяч метров кубических, но немного приостановили объемы вывоза, потому что была жаркая довольно погода в летний период. И попросили губернатора о том, чтобы отодвинуть эти сроки до наступления холодов, так как даже полигоны отказывались принимать, потому что запахи очень серьезные были. И вот при наступлении уже более отрицательных температур можно будет увеличить объемы вывоза. Ну, надеюсь, что до Нового года или после него мы все-таки закончим, потому что уже довольно большой объем уже вывезено, осталось не так много. Но хотелось бы сказать, конечно, о дальнейшей судьбе вообще этой станции мусоропереработки. У регионального оператора Харти, который выкупили эту мусоросортировочную базу, есть планы по модернизации той линии, которая на сегодняшний день там есть. Надеюсь, что они вложат, наверное, в следующем году средства, произведут модернизацию и смогут на этой базе осуществлять мусоросортировку. Еще раз повторюсь, не мусоропереработка, а мусоросортировку. Мусоросортировку, тем самым разделять и отходы, и участвовать в повышении экологической безопасности нашего муниципалитета. Да, и вопрос в продолжение. Опять же, тревожащий всех и многих. Это наши очистные сооружения. То есть, та проблема, которая стоит и пока стоит, когда же она наконец-то будет разрешена? Очень долго решался вопрос о проектировании, о реконструкции очистных сооружений. И довольно продолжительный период времени заняла экспертиза этого проекта. Могу сказать, что в октябре месяце все экспертизы были пройдены. В 2020 году, как и было ранее намечено правительством Московской области, начнется реконструкция очистных сооружений. Процесс очень небыстрый, займет где-то 3 или 4 года. Связано это с тем, что на сегодня очистные сооружения обслуживают 6 муниципалитетов. И просто приостановить на несколько лет процесс очистки, конечно же, нельзя. Сегодня очищается порядка 350 тысяч метров кубических в сутки. А реконструкция позволит увеличить этот объем и довести до 400. Ну и, естественно, конечно же, еще освободятся и площади. Это порядка 50 гектар, которые мы сможем использовать под строительство каких-то промышленных объектов. Значит, это привлечение инвестиций на территорию городского округа. Это было бы очень хорошо. То есть эта проблема бы решена была еще и с пользой. Да, ну а средства, хочу сказать, что они выделены по федеральной программе. Это федеральные средства. Поэтому никаких опасений нет. В следующем году начнем реконструкцию. Это здорово. Я очень рада, как житель. Если это все действительно будет так, я буду очень рада. Ну, у нас на территории округа есть реки, есть небольшие пруды, которые тоже нуждаются в уходе. Потому что нам бы хотелось, конечно, чтобы, может быть, даже впоследствии какие-то зоны были и под пляж оборудованием и так далее. Но в любом случае работа по очистке небольших ручьев, озер, прудов, она же тоже, наверное, как-то будет все-таки проведена в округе. Потому что хотелось бы, чтобы все наши водоемы, чтобы все наши такие места, связанные с экологией, были все-таки чисты. И как эта проблема, она вообще существует действительно, наверное, да? Да, эта проблема существует. Если посмотреть, как выглядели раньше водные объекты и как они выглядят сейчас, то отдельно, я вот даже читаю в Инстаграме, ВКонтакте, они просто не верят. Говорят, неужели такое возможно? Мы в этом году привели в порядок 7 водных объектов. Самый крупный, конечно же, был Хотовский пруд. Но и на Хотовском пруде мы не остановились. Мы перешли в Протасово и Кишкино. Там также вычистили водные объекты. И избавили от мусора и грязи почти на протяжении почти 3 километров ручья Панарей. Это очень большая работа. Есть еще, конечно, у нас объекты, которые находятся в плачевном состоянии. Но эту работу будем продолжать и в следующем году. В том числе мы силами волонтеров и с привлечением специалистов вывезли порядка 150 кубометров мусора и порубочных остатков с территорий, которые прилегают к водным объектам. Это очень большие объемы. Но вывозить можно, чистить можно. Самое главное, чтобы не гадить потом. Потому что очень много автомобильных шин, в том числе. Я слышала это какое-то безумие. Вдоль водных объектов. Это вообще отдельная тема. И надо как-то думать, как и где мы должны сдавать эти шины. Как их потом перерабатывать, утилизировать. Это отдельная серьезная проблема, которая многие годы не решается на территории не только нашего муниципалитета, но и на территории многих муниципалитетов Московской области. Поэтому этой теме отдельно мы должны будем посвятить внимание и уделить время. Ну что ж, а наше время, к сожалению, наверное, подходит к концу. Но у нас еще немало вопросов, которые, я думаю, мы будем обсуждать. И очень важно, на мой взгляд, что и жители, и власть работают в этом направлении. Неравнодушие жителей, активное участие власти в решении проблем, помощь бизнеса – это залог развития нашего городского округа. Хотелось бы от себя пожелать успехов вам и сил в дальнейшей работе. Ну а нашим жителям быть понимающими, быть принимающими участие и, конечно, помогать в решении проблем. В том числе, как говорится, своим, пусть маленьким, но очень полезным трудом. Сергей Викторович, я вас благодарю за конструктивный диалог. Ждем вас еще в студии. Я думаю, что нам будет что обсудить. Спасибо вам. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Всех вам благ. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»